День города 2017 Новосибирск, где можно будет посмотреть салют и погулять прямо по проезжей части. Красноречивие слов. В красном факеле безмолвный показ перед премьерой. Дом Бернарды Альбы перевели на язык движений и эмоций. Температура в городе бьет все рекорды. Синоптики констатируют, выходные столбики термометров достигали практически 40-градусной отметки. Это на 2-4 градуса выше, чем во все предыдущие аномально теплые летние сезоны. От жары пострадали десятки горожан. Есть утонувшие. Тепловой удар за последние двое суток получили 6 человек. Наиболее тяжелым состоянием было у пациента, который в состоянии алкогольного опьянения длительное время находился на жаре. Он был доставлен в стационар. Медики призывают горожан быть максимально осторожными и беречь себя от солнца. Надевать светлую легкую одежду, головной убор и обязательно носить хотя бы небольшую бутылочку воды. Синоптики хоть и обещают, что уже в четверг жара ослабеет, но прохладнее станет ненамного. Ожидается, что температура спадет до плюс 23-28 градусов. Спасатели также напоминают, что находиться на пляжах в состоянии алкогольного опьянения опасно для жизни. Всего за полторы недели в регионе утонули 5 человек. Так, например, в советском районе мужчины решили понырять в районе шлюза, где купаться категорически запрещено. После прыжка в воду один так и не вынырнул. Один из матросов-спасателей в комплекте номер один, это маска, ласты, принялся прыгать с лодки в том месте, где показали очевидцы, что он туда нырнул. Через некоторое время он его там обнаружил на глубине, где-то 3-4 метров. Пытались проводить сердечно-ребочную реанимацию, но так как прошло достаточно большое количество времени, мероприятия положительного результата не принесли. Новосибирские депутаты подводили итоги весенней сессии и напоследок успели подкорректировать городской бюджет. Одним из главных критериев оценки своей работы называют исполнение наказов избирателей. Несмотря на дефицит средств в городской казне, большинство пожеланий горожан будут исполнены в срок. Так, больше 400 миллионов рублей город получит на развитие зеленых зон. Много устраивать будут не только парки и скверы, но и дворы. Безопасные и качественные дороги для города – еще один приоритет. В списке уже больше сотни улиц. Всего этим летом городские дороги отремонтируют на 1 миллиард 600 миллионов рублей. Завершить сезон дорожники должны в сентябре, пока ремонтируют магистрали с опережением графика. Так что Новосибирск может рассчитывать на более крупный транш из федерального центра в следующем году. Безусловно, мы будем претендовать на то, чтобы увеличить финансирование по этой программе на следующий 18-й год. И хотелось бы увеличить до полутора миллиардов бюджетных денег. Это позволило бы существенно продвинуть проблему улучшения качества дорог в городе Новосибирске. Новосибирцы продолжают активно присылать свои идеи на конкурс, посвященный грядущему юбилею города. Число заявок уже перевалило за две сотни, и предложения продолжают поступать. Так в городе предлагают увековечить уникальное событие, которое произошло полвека назад. С автором идеи пообщался Михаил Якимов. Идея Евгения Гросса столь же необычная, как и событие, которое он хочет увековечить. Участник конкурса «125 идей для города» предлагает сделать фонтан в виде самолета МиГ-17, пролетающего под Октябрьским мостом. В истории Новосибирска это произошло более полувека назад. Разместить самолет, по мнению автора, можно и на берегу, но лучше все-таки над водой. Было бы здорово, если бы струя воды как раз била наподобие реактивной струи самолета в воду, создавая отраженные брызги. Если ее можно подсветить, подсветить, может быть, светом красным, она бы эффектно смотрелась и в вечернее время. Сам легендарный пролет никто не успел сфотографировать. Этот калаш создали в музее города. Фонтан-памятник, по мнению сотрудников музея, поможет рассказать не только о конкретном случае, но и о других достижениях сибирских пилотов. Это должен быть гимн дерзости новосибирцев. Если мы говорим об авиации, вспомнить, сколько же у нас новосибирцев было достойно звания Героя Советского Союза или России. Их 97. Такого количества летчиков-героев нет ни в одном регионе страны. С чем это связано, непонятно. Но почему-то Валентин Привалов, который не был новосибирцем, решил совершить свой дерзкий полет именно под новосибирским мостом. Если под мостом фонтан в виде советского истребителя установить вряд ли получится, то почему бы ему не стать новой достопримечательностью одного из скверов или парков Новосибирска? Тем более, что таких оригинальных фонтанов, посвященных достижениям наших авиаторов, в городе еще не было. Например, это могло бы выглядеть так. Истребитель взмывает над струями воды. Свои идеи к юбилею города можно оставить на сайте 125nsk.ru, а также принести в районную администрацию или в ресурсный центр. Заявки принимаются до конца июля. Михаил Якимов, Олег Королевец, Новосибирские новости. Город превратится в большой сад с клумбами, импровизированным сквером и арт-объектами в экостилистике. Темой дня рождения Новосибирска в этом году станет экология. О том, где прогремит салют и что ждет новосибирца в самом центре города в ближайшие выходные, расскажут наши корреспонденты. Мечтать. Стремиться. Достигать. Три слова «Новосибирске». Город на пороге юбилея. И свое 124-летие в год экологии отмечает необычно. Для новосибирцев это будет свидание с природой. Вот эти ветки вовсе не мусор, как может показаться. У театра опера и балета уже готовятся к фестивалю ленд-арт. Художники и декораторы представят инсталляции из древесных материалов. Это одно из важнейших условий фестиваля, чтобы все экспонаты были выполнены из натуральных материалов. Например, вот эта арка – яркий пример ленд-арта. Между прочим, все древесные скульптуры можно будет увидеть в парках города до конца лета. А здесь в следующие выходные вместо парковки будет импровизированный сквер. Детали этой задумки пока в секрете. Между прочим, горожане еще в прошлом веке хотели увидеть здесь зеленую зону. Мечта, хоть и всего на два дня, но осуществится. Проработали возможность действительно закрытия улицы Ленина, и она будет пешеходной на два дня. И вы сможете ощутить все интересные моменты, какие были бы, если бы улица Ленина была уже всегда пешеходной. Ограничит движение транспорта не только по улице Ленина, но и на других магистралях. Общественный транспорт при этом будет работать в особом режиме. Мы будем усиливать подачу подвижного состава. Это на окончание мероприятий. Основная – это центральная часть города. Традиционно – это речной вокзал в 22.50, автовокзал в 22.50, у дома Ленина в 22 часа. На следующие выходные синоптики передают 30-ти градусную жару. Но несмотря на палящее солнце, в этом месте будет лежать снег, целые сугробы. Любители экстремальных видов спорта будут скатываться со склона, на горных лыжах и сноубордах. Снег, кстати, уже заготавливают на ледовых аренах города. Вот по такому свежему, рыхлому, белому снегу будут кататься воскресенье любители экстремальных видов спорта. Кульминация дня города – традиционный салют. Если в Первомайском сквере прогремит праздничный фейерверк, то на набережной состоится конкурс пиротехников. Залпы прогремят прямо с барж и под музыку. Кстати, те, кто подготовит самое красивое и самое эффектное шоу, будут организовывать салют к юбилею 125-летию Новосибирска. Вероника Иванова, Александр Вяткин. Новосибирские новости. Радио «Городская волна» отбирает новосибирских вокалистов, которые выступят вместе со столичными звездами на главной сцене города в день его рождения. В финал уже вышло 8 исполнителей. Наши корреспонденты вместе с жюри послушали все и готовы рассказать, подо что будут танцевать горожане уже в эти выходные. Костюм у нас яркий, это будет красочно, это будет клевое выступление. Александр Рудаков готов покорять жюри и зрителей. Назвав свой коллектив «Мама не горюй», словно предупреждают, мало не покажется. Знает ли твоя мама, где ты пропадаешь? Спрашивают они у зрителей словами мирового хита группы «Абба». Читают эта песня – вариант для праздника беспроигрышный. Зрители одобряют, жюри думает. Из десятка талантов они уже отсеяли всех танцоров, фокусников. Осталось 8 вокалистов, из них выбирают сильнейших. Я думаю, что, конечно, им будет нелегко, потому что волнение все равно, плюс температура за 30 градусов. Но посмотрим, что из этого выйдет. В музыкальных жанрах судьи участников конкурса не ограничивали, поэтому звучит все – и поп, и шансон. Поют рок и даже читают рэп. Читают боли, звезд ученых страха, звезды, 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 звезды. Именно так, решил Сергей Рокет, должно звучать признание в любви к Новосибирску. Четко и дерзко. Передать накал страстей – главное для победы, считает дебютант. Ведь произвести впечатление на жюри собственным сочинением куда сложнее, чем спеть, пусть и по-своему, известный хит. Хиты мы все любим, мы все к ним привыкли. Поэтому жюри эти песни знают, у них идеи свой эмоциональный фон сформированный. Когда материал новый, конечно, это сложнее. Но, с другой стороны, тут зависит профессионализм своего. Если ты доносишь до них энергетику, то, я думаю, это сыграет в плюс. В итоге Сергей – один из пяти исполнителей, вышедших в финал конкурса. Теперь финалисты в течение недели будут усиленно работать над своими номерами, чтобы затем спеть на главной площадке Дня города вместе с группой «Несчастный случай». А самый яркий из них уже после 25 июня получит 200 тысяч рублей. А его песню будут крутить по радио «Городская волна». Ольга Маховская, Михаил Якимов. Новосибирские новости. Вологда, Новосибирск, Тюмень, Мурманск и Грозный. Все эти города объединились на планете «Семья». Это праздник для особенных детей, в которых воспитывают приемных детей. Как парк имени Кирова на один день превратился в планету семейного развлечения, расскажет Александр Медведенко. Семья Подкосовых, мама и шесть детей, решили выехать из Барабинского района на один день ради праздника. В парке имени Кирова собрались уникальные семьи. Они воспитывают приемных детей. Ну вообще здорово. То есть, такие праздники, такие надо устраивать. На таком уровне у нас, конечно, в районе не проходит. И специально вот именно для многодетных, для приемных. Дети признаются, праздники – это внимание, которого иногда не хватает из-за домашних хлопот. Это сплочает семью. Что-то новое узнаешь, что-то новое вместе будешь делать. Какие-то новые интересы появляются между собой. Чем можно занять свободное время, помимо уроков. Планета семья – не просто праздник. Это уникальное событие в прямом смысле всероссийского масштаба. Новосибирск – один из пяти городов, которые стали площадкой для торжеств. Оно направлено на объединение семьи, на формирование позитивного отношения к воспитанию детей без насилия. И в том числе на позитивное отношение к замещающему родительству. Помимо привычных игр и викторин, в парке и вполне серьезные занятия, где на вопросы родителей отвечали психологи и юристы. Здесь можно решить важные проблемы. Когда вот ребенок такой спокойный, сосредоточенный, у него руки, ручки спокойные, он тогда спокойненько может вытаскивать все эти кубики и ставить их спокойно. Как только мы здесь видим, что ребенок начинает злиться, обижаться, что другой его обгоняет, у него начинаются ручки дрожать, движения неровные. Ну вот, собственно, и сама по себе игра на эту концентрацию, успокоение. Праздник посетили сотни новосибирцев, но организаторы отмечают, очень важно, чтобы каждые выходные в семье были таким же маленьким совместным торжеством. Александра Медведенко, Денис Савинский, Новосибирские новости. Первые зрители смогли увидеть новый спектакль «Красного факела» задолго до премьеры. Она состоится только в сентябре, но поразить новосибирских любителей театра уже успела. Как классическую пьесу «Дом Бернарды Альбы» представил режиссер «Новатор» совсем без слов, увидела Екатерина Макаркина. Лето для «Красного факела» не период затишья. Предпремьерный показ «Дома Бернарды Альбы» собирает полный зал. Премьера будет только в сентябре, а благодаря первым зрителям постановку доработают. Мы увидим зрителя, поймем, что зритель понимает, что не понимает, как реагирует. И еще будет потом время для того, чтобы пересмыслить, переспать с этим, пережить лето и потом нести незначительные корректуры, легкие уколы. «Дом Бернарды Альбы» Здесь появляется предыстория Бернарды Альбы. Мне не очень было интересно показывать, какая она злая и так далее. Причина, причина следствия, да, потому что каждый человек все равно так или иначе рождается невинным, наивным, трогательным ребенком и превращается в того, в кого он превращается. В результате история стала более жесткой и бескомпромиссной, чем у испанского драматурга. Трагедия повторяется из поколения в поколение. И кроме боли, кажется, персонажи не испытывают ничего. Из каждого сломленного ребенка вырастает новый тиран. Можно ли объединять мать и дочь? Ну, безусловно, потому что дочь порождение прямой матери, и она, собственно, продолжает. В общем, вся система поведения, система той семьи, этих ценностей, которые были заложены в детстве, они потом, естественно, начинают находиться в выражении уже в взрослом возрасте. Труппе театра пришлось научиться многому, чтобы рассказать о сильных людях, которые вынуждены быть сильными вопреки любым ужасам. Новосибирскому зрителю еще предстоит разбираться с незнакомым ему языком. Спектакль с первого раза непонятный, даже после финального занавеса придется поломать голову. Екатерина Макаркина, Олег Кролевец. Новосибирские новости. Легко ли быть современным художником и организовывать выставки актуального искусства? Ответить на этот вопрос попытались новосибирские авторы. В пространстве арт ель они показывают свои работы на выставке с красноречивым названием «Трудно». Традиционных изобразительных средств, живописи и графики на выставке почти нет. Авторы предпочли представить свои высказывания в форме видеоарта и графических инсталляций, фотоколлажей и различных техник печати. Среди двух десятков авторов, представивших свои работы, и начинающие художники, и мастера с опытом Вячеслав Мизин, Андрей Курченко, Константин Скотников. Он и главный инициатор проекта. Эта экспозиция – результат творческой лаборатории. Но, отметили организаторы выставки, не все получилось, как задумывали. Многие авторы представили работы буквально перед открытием. Обсуждение, улучшение и так далее. Но так получилось, что практически большинство авторов не соответствуют моим представлениям о лаборатории современного искусства. И, в общем-то, мы просто изготовили на свой страх и риск произведение. «Жар птица» прилетела в Новосибирск. Фестиваль детского мультипликационного кино с таким названием открылся в нашем городе в 14-й раз. В этом году акцент решили сделать на драматургии. «В этом году у нас и среди мастеров пополнение. Здесь драматург Андрей Житков. Сценарист такой очень известный. Он для анимации немного писал, но в кино очень много хороших фильмов сделал. И мы хотим во многом этот фестиваль посвятить драматургии. Все наши мастер-классы будут про это. Как выстроить историю, когда она еще не снята, а только написана». Сам конкурс анимационного кино длится не так долго. Больше времени участники уделяют обсуждению фильмов и мастер-классам. Их ведут профессиональные сценаристы и режиссеры из Москвы. Дети и их наставники будут создавать новые мультфильмы всю неделю, пока идет фестиваль. В этом году участие в фестивале принимают 50 студий. Со всей страны впервые приехали гости из Казахстана. И это все новости на сегодня. Быть в курсе событий поможет радио «Городская волна», частота 101,4 FM. Кроме того, много полезной и интересной информации на сайте nsknews.info. Там можно узнать, как получить кредит на газификацию жилья. И на этом все. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова